Это Любовь Соболь. Владимир Путин объявил о проведении парада Победы 24 июня. Ранее парад перенесли с 9 мая из-за коронавируса. Напомню, что 19 мая, то есть неделю назад, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что прогулки по улице разрешат тогда, когда каждый день будет не тысяча новых заболевших, а десятки или сотни. В Москве продолжает действовать система пропусков. Людей продолжают штрафовать за нарушение режима самоизоляции. Сегодня Министерство здравоохранения подтвердило смерть 101 медика от коронавируса. При этом ранее Медиазона после изучения списка памяти и подтверждения его данных по другим источникам написала про 186 погибших медиков. Медиазона тогда взяла свою цифру, разделила ее на общее число погибших по официальным данным на тот момент. И получилось, что по доле медиков среди погибших от коронавируса Россия в несколько раз опережает другие страны со сравнимым масштабом эпидемии. Например, в Италии, если смотреть расчет Медиазоны, доля медиков среди погибших получается в 10,5 раз меньше, в Великобритании почти в 13 раз, а в США в 14 раз. Мы до сих пор видим новости о нехватке средств защиты, о жалобах врачей на невыплату обещанных доплат и о других проблемах в больницах. И вот в этой ситуации Владимир Путин объявляет о проведении парада, которому еще и готовиться надо. То есть связанные с ним мероприятия пройдут не только 24 июня, будут еще репетиции, и в этих репетициях тоже будет участвовать много людей. Интересно, а к 24 июня пропуска, штрафы и запреты на массовые мероприятия отменят? Не представляю, как можно будет убеждать людей соблюдать такие ограничения, если власти сами же проведут парад и еще его по федеральным телеканалам покажут. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал устанавливать приложение социальный мониторинг после выписки из больницы, где он лечился от коронавируса. Это приложение отслеживает местоположение москвичей, которые лечатся на дому. В случае, если приложение зафиксирует нарушение, люди выписывают многотысячные штрафы. 12 мая Дмитрий Песков сообщил, что заболел коронавирусом. Также коронавирус обнаружили у жены Пескова, Татьяны Навки. После этого Песков лечился в больнице, а вчера, 25 мая, его из больницы выписали. Сегодня Песков провел первый после выписки онлайн-брифинг и на нем сообщил, что пока он работает из дома, что после больницы предусмотрен некий карантин и некоторые нюансы необходимо долечить. Еще журналисты спросили Пескову про приложение социальный мониторинг, которое должны устанавливать лечащиеся на дому москвичи. И Песков сказал, что это приложение не устанавливал. Социальный мониторинг – это приложение, которое отслеживает местонахождение заболевших москвичей. Оно не только фиксирует данные геолокации, но еще и периодически требует отправлять селфи из домашней обстановки. В случае невыполнения этого требования сообщение о нарушении направляется в Главное контрольное управление Москвы и человеку выписывают штраф. На прошлой неделе был громкий скандал из-за того, что москвичку Ирену Корабулатову, которая не выходит из квартиры из-за болезни и вообще является лежачей больной, оштрафовали на 4000 рублей за неустановку приложения «Социальный мониторинг». Потом, после общественного внимания к этому вопросу, штраф отменили. Потом Корабулатовый пришел новый штраф, но вскоре отменили его. При этом жалоб на проблемы с работой социального мониторинга и штрафов из-за него гораздо больше. Москвичи массово жалуются из-за этого. Председатель Совета по правам человека по президенте Валерий Фадеев даже заявил, что жалоб на штрафы слишком много и приложил отменить все штрафы, полученные из-за этого приложения. Но первый замглавы аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк в эфире радио «Эхо Москвы» сообщил, что власти делать этого не собираются. И вот в это время пресс-секретарь президента берет и говорит, что он приложение не устанавливал. Интересно, ему штраф выписали по этому поводу? Вот сейчас в Великобритании развивается громкий политический скандал из-за того, что британские газеты обвинили советника премьер-министра Великобритании Доминика Каммингса в том, что в марте тот выезжал за 460 километров от Лондона к своим родственникам в город Даром. Хотя в этот момент в Британии действовали жесткие карантинные ограничения. Оппозиционная на данный момент либористская партия потребовала провести расследование. Премьер-министр Великобритании отказался отправлять Каммингса в отставку и стал его защищать, объясняя, что поездка была нужна, чтобы бабушка и дедушка позаботились о маленьком сыне, когда сам Каммингс и его жена могли в любой момент свалиться с коронавирусом. Сам Каммингс провел пресс-конференцию, которую транслировали британские телеканалы, где фактически повторил объяснение Джонсона, заявив, что решил отвезти своего 4-летнего сына к родственникам в Дароме, поскольку у него и у жены были симптомы коронавируса, и он опасался, что в случае, если им придется отправиться в больницу, за ребенком будет некому ухаживать. Журналисты его еще спросили про повторную поездку в город Парнардкасл, где находится известный средневековый замок. На это Каммингс сказал, что хотел проверить, может ли безопасно водить машину и не нарушено ли у него зрение. То есть чиновника обвинили в том, что он нарушил правила, которые власть сама же установила. И это суперскандал! Расследование, пресс-конференция, оправдание премьер-министра. Думаю, что если спросить Дмитрия Пескова, а не собирается ли он в отставку, из-за неустановки приложения социальный мониторинг, в то время как других обязывают его устанавливать, он нам просто в лицо рассмеется, ну или вообще не поймет, какая тут может быть причина для отставки. О Великобритании политический скандал. Чиновник после выхода расследования проводит пресс-конференцию, где отвечает по существу на вопросы про обвинения. И эту пресс-конференцию транслируют национальные телеканалы. Оказывается, и так может быть. Более 30% россиян считают, что отстоять свои права практически невозможно. Такие результаты сегодня опубликовал Левада-центр. Респондентам задавался вопрос. По вашему мнению, насколько легко сегодня обычному человеку в России отстоять свои права? И 59% ответили, что отстоять свои права сложно, но возможно. А 34% – что практически невозможно. О том, что отстоять свои права довольно легко, заявили только 3% опрошенных. Мне кажется, это просто ужасный результат. Люди должны понимать, что у них есть права, и они могут их защитить, а не отвечать, что это практически невозможно. Ну а вчера ведомости написали про исследование ФСО, которое прилагается к ежегодному докладу бизнес-омбудсмена Бориса Титова. И в этом исследовании говорится про очень высокий уровень недоверия бизнеса к правоохранительным органам и судебной системе. Служба спецсвязи и информация ФСО провела опрос среди экспертов, в частности адвокатов, прокуроров, правозащитников и ученых-юристов, а также бизнесменов, подвергавшихся уголовному преследованию. В этом опросе 74% респондентов заявили, что считают ведение бизнеса в России небезопасным. При этом в 2017 году так считали 57% опрошенных. А то, что они не доверяют правоохранительным органам, заявили 70% опрошенных. Эта цифра тоже выросла. В 2017 году о таком недоверии говорили по данным ведомостей 45% респондентов. Но еще 73,8% опрошенных, как пишут в ведомости, не считают правосудие в России независимым и объективным. И эта цифра тоже выросла. В 2017 году так считали 50%. Этот опрос был опубликован вчера, а сегодня вот либерал, бывший министр финансов и председатель счетной палаты Алексей Кудрин с табличкой «Мы за бизнес» поздравил с Днем российского предпринимательства. В ситуации, когда люди считают ведение бизнеса небезопасным, это, конечно, очень поможет. Можно еще флешмоб провести. В прекрасной России будущего люди должны иметь возможность защищать свои права. И повторю то, что уже говорила, что суд должен быть судом, местом, где люди могут добиться справедливости и где решение принимается во время рассмотрения дела, исходя из доказательств. А не по звонку сверху, не потому что так решили на совещании какие-то чиновники, и не по заказу предпринимателя-конкурента. Это была Любовь Соболь. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok